МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Расчеты навязать что-либо России путем санкционного или иного прессинга проваливались в прошлом, провалятся и теперь. Все это лишь повод для продолжения неприкрытого вмешательства в наши внутренние дела. Мириться с этим не намерены. Реагировать будем исходя из принципа взаимности. Не обязательно симметрично. Сегодня команда Байдена ввела первые санкции против путинской администрации. И пока что это только разминка. Что будет дальше? И сегодня мы поговорим о том, как сбылся твой прогноз. Все помнят вот это твое интервью, которое набрало, насколько я понимаю, уже почти полмиллиона просмотров, которым ты сказал, ждите февраля. Об этом ты заявил за два или три месяца до того, как, собственно, этот самый февраль наступил. И действительно, когда пришел февраль, мы на протяжении всего этого вот прошлого месяца слышали от администрации Байдена предупреждение о том, что буквально в течение ближайших недель будут введены санкции именно в связи с кибератаками России. И вот сегодня мы видим, что пошло в действие, собственно, санкционное давление непосредственно. Сейчас конкретно введены санкции за отравление Навального, но, как сказала администрация Байдена, это только начало, я цитирую. То есть это не за кибератаки, но, тем не менее, собственно, вот санкционный режим уже начал вводиться. И введен он против семи официальных российских лиц и четырнадцати организаций, которые причастны к производству биологического и химического оружия. И также введен запрет на экспорт в Россию из Соединенных Штатов ряда товаров, которые могут быть использованы России впоследствии для производства химического оружия. Ну что ж, твой комментарий. Что ты думаешь по этому поводу? Это действительно только начало? Только начало. Это верхняя часть айсберга, который мы сейчас наблюдаем. Но при этом даже верхняя часть айсберга, она, если вы умеете читать между строки, если вы понимаете, что люди на самом деле имеют в виду, она должна очень сильно насторожить людей в Кремле, если, конечно, у них инстинкт самосохранения остался, о чем тоже можно спорить. И я удивлен, с какой скорости все документы выходят. И ведь все-таки мы обсуждаем вещи, связанные с российской политикой, связанные с Россией. А я могу сказать, что вот тот скейл, тот масштаб, с которым сейчас действует администрация новая, он поражает не только по России, он поражает в целом и также по другим, скажем так, врагам. И по другим силам, которые нарушают права человека, занимаются убийствами. И я могу сказать, что меня лично очень сильно удивило то, что в один день в США, в городе Вашингтон, в двух разных зданиях были выпущены два документа. Один документ по России, а второй по Саудовской Аравии. И оба эти документа, если вы почитаете, то вы придете к очень интересному выводу, что политика так называемого being nice, то есть политика, при которой мы понимаем, с кем мы имеем дело, но мы не можем этого публично сказать, закончена. Вот я, когда прочитал, по сути, обвинительный приговор по Саудовской Аравии, который был опубликован Офисом of National Intelligence, то есть это глава американской разведки, где, в принципе, черным по белому сказано, что мы утверждаем, что король Саудовской Аравии заказал убийство правозащитника, которое произошло в Стамбуле. И в этот же день администрация Джо Байдена, с другой стороны, в другом здании, в Вашингтоне, выпускает документ по Борису Немцову. И проходит несколько дней, и мы видим сегодняшний документ по санкциям, и опять же все санкции, санкции, знаете, уже... Я вот такой пример приведу, когда Медведев был у власти, ну, скажем так, делал вид, что он у власти, правильно так сказать. Он очень любил слово инновации, и в определенный момент всех стал отошнить от этого слова. Мне кажется, слово санкции, оно сейчас находится в таком же статусе, то есть многих от него уже от самого тошнит. Здесь важно не слово санкции, здесь важно то, что они написали и как. Документ, который сегодня опубликовал Reuters, и тот брифинг, который дал US Official в Белом Доме, говорит о том, что черным по белому мы не будем мириться с постоянным применением России химического оружия. Вот если вы понимаете в мировой политике, в мировом праве, если вы видите, что представитель Белого дома делает такое публичное заявление, можете быть уверены в одной вещи, что во внутренней политике, во внутренней, то есть во внутренних документах в сторону данного государства, статус данного государства на данный момент террористической организации, вне всякого сомнения. Потому что если раньше говорили, вот там нарушение прав человека, говорили, вот там они там сажают людей, вот они там не дают возможность людям выступить, вот они там кибератаки. Значит, коллеги, это совсем другое. Я хочу еще раз подчеркнуть. Черным по белому написано, что Россия последовательно, несколько раз, применяет химическое оружие. В мире есть конвенция по запрете химического оружия. То есть если Белый дом уже открытый, это говорит, значит что? Значит, конец пришел вот этому трамповскому молчанию, когда, ну давайте не будем их называть плохими, потому что, может быть, тогда мы как-то с ними помиримся. Этому пришел конец. Этому пришел полный конец. И это только сейчас самое начало. То есть они только сейчас начали. Что будет дальше? Какие документы они выпустят? Какие документы они готовят? И посмотрите внимание, не вернувшись, кто все это делает. Посмотрите внимательно, какое количество женщин пришло в администрацию. Ведь у нас глава американской разведки сейчас женщина. И если вы посмотрите на ее историю, вы увидите ее на многих фотографиях в Белом доме вместе с Бараком Обамой. Это человек из той команды. Это человек из той команды. Да, но при этом это уже далеко не Обама 2.0, на самом деле. Это более жесткая команда. Нет, нет, нет. И меня восхитила еще вот эта фраза, которая сегодня там написана. Они прямо четко сказали, мы хотим четко сказать, что мы не собираемся, там так, в переводе правильном на русский будет так, мы не собираемся не перезагружать наши отношения, не эскалировать. Вот это очень важно. То есть они говорят, что мы не собираемся никакого ресета делать. Четко, да. И мы не собираемся это эскалировать. И если вы переведете это на русский язык на обыкновенный, то поверьте мне, я очень хорошо чувствую английский язык, особенно юридический. Эта фраза означает следующее, мы вас не видим, вы для нас не существуете. Это удивительно. И это за какие-то два месяца. И это Камала Харрис, безусловно. Потому что, вот помните, я говорил еще, друзья, но тут все-таки, мне кажется, ньюсайдер, каналы публика ньюсайдера, это те, кто любят аналитику, те, кто действительно проверяет все, что говорится. я еще раз повторяю, я живу в Беркли. Камала Харрис работала здесь в суде. У меня есть два человека среди моих друзей, которые ее знают лично. Все говорят, она очень жесткая. Очень жесткая. Она не прощает. Она писала очень жесткие обвинительные заключения. И посмотрите, по сути, то, что сейчас Америка, те документы, которые мы видим публично, ведь это обвинительные заключения. Это ее политика. Это 100%. Обратите внимание, кстати, насколько она активно участвует в исполнении именно государственных каких-то действий. Потому что, ну, обычно-то вице-президент как бы по формальному статусу просто служит как бы подстраховка на случай, если с президентом что-то случилось. Но в данном случае Байден делегирует ей значительную часть как бы, ну, внешнеполитических полномочий в том числе. Это довольно серьезно. Безусловно, и то, что там так много женщин сейчас, и то, что глава разведки женщины, и у нас Камала Харрис женщина. И еще раз, я уверен, что в тот момент, когда они сядут, там обсудят, выпустят какой-то документ и потом принесут его Байдена на подпись, мне иногда кажется, простите, что Байден его по диагонали прочитает и подпишет. Потому что, помните, я говорил, да, и вот этот тезис о том, что очень похожая выстраивается схема на то, как была при Ельцине, когда была Таня, да, которая всем рулила, а Ельцин там, ей же естественно верил и все подписывал. Коннотация этого плохая, да, вот сейчас коннотацию уберем негативную, я о модели, модель 100% такая. И плюс им нужно, ведь это же еще и оскорбление, вот это, к сожалению, Путин не понимает и все его шестерки вокруг. Потому что, ведь, когда Джо Байден, если вы посмотрите, речь на Конгрессе, да, то есть в США любой документ можно, государственный, который не может не классифайт найти. Есть выступление Джо Байдена, да, о ресете, ведь это Джо Байден предлагал ресет и есть скрипт на сайте Конгресса. А теперь посмотрите, как это выглядит с их стороны. Вот с их стороны это выглядит так. У них были какие-то мелкие проблемы с Россией, начиная с 2003 года, когда там начали действительно очень сильно всех душить и заворачиваться в обратную сторону, да, нежели к нормальному развитию. Но по инерции все это еще двигалось и был золотой дождь. Мы уже часто понимаем, что это был золотой дождь. Никаких достижений у Путина, никакого, как бы, никакого участия Путина в том, что случилось, у нулевых нет абсолютно. Это нефтяной дождь, который валился на Россию и те реформы, которые были закончены в 90-е годы. Вот он пришел и на этот пирог, который в тот момент был готовый в духовке, он его достал, да, он его начал есть, называя так вот вещи очень простым языком. С четвертого года начались большие проблемы и действительно, американцы же приняли, это же, это же как бы и политика США, да, вот это вот, как бы, еще раз говорю, почитайте глобальные документы. Global Peace and Prosperity, то есть, американская политика говорит о том, что должен быть глобальный мир и процветание. И все действия, которые полисимейкинг в США делает, это словно глобального мира и процветание, это может быть жесткость, мягкость, переговоры, еще что-то. Что они хотели? Они хотели решить это. В Москве над ним посмеялись. И об этом, кстати, говорил Ларионов о том, что это будет, и об этом же, кстати, есть, между прочим, на сайте Конгресса написано. То есть, на сайте Конгресса вы можете найти комментарий Андрея Ларионова на этот счет. Он прямо так и сказал, что силовиками это будет воспринято как слабость. Силовиками это будет воспринято как признание в поражении, когда Байден захотел рисовать. Но я понимаю прекрасную американскую психологию. Они не воспринимали это. Они хотели просто, ну давайте, то есть, вот их был посыл такой, давайте, не то, что жить дружно, как кот Леопольд, а давайте действительно какие-то цивилизованные соотношения, отношения выберем. Хилари приехала с этой кнопкой, у которой в одном слове в русском было две ошибки, и это тоже отдельная история, как они ее готовили. Не важно. В Москве поржали. Но ведь очевидно, они поржали. У них была истерика. И вот здесь очень тот самый момент, потому что вот эта истерика, вот этим смехом и тем, что мы сейчас, мы как Кремль, значит, сможем их как бы еще нагнуть, они очень сильно оскорбили людей. Вот глубина этого оскорбления, мне кажется, в Кремле непонятно. Они не понимают, что они их оскорбили на персональном уровне. Потому что люди к ним приехали с то, что называется с good will, good faith, то есть мы хотели, добросовестность. Люди приехали к ним действительно добросовестно. Они, может быть, как свойственно американцам, сделали это топорно, может быть, несколько действительно даже как-то смешно, да, но тем не менее, посыл был, добросовестность, а в ответ плюнули. Как вы думаете, какая у них сейчас будет реакция, если они вернулись в Кремль, ой, не в Кремль, в Белый дом. Какая у них будет реакция? И еще учитывая, что они видели, что мало того, что в них плюнули, так потом еще был вот этот странный президент 4 года, который не отвечал ни на какие наезды. Если, смотрите, если опять же начертить вот такую горизонтальную линию с точки зрения времени, да, и посмотреть, что случилось за те 4 года, когда Трамп был у власти. Что случилось, я имею в виду со стороны России в США. Где хоть один ответ был? Их не было абсолютно. Ну, как минимум, да, его действия носили очень не системные, непоследовательные характеры. То есть, что-то Кремлю не нравилось, что-то, в общем, было в плюс Кремлю. Ну, а в целом создавалось впечатление, что действительно Трамп никак не реагирует в стратегической перспективе на Россию. И мы все прекрасно помним, как он относился к Украине, как он говорил о том, что в Крыму живут русские, по сути, одобрил аннексию Крыма, ну и так далее. Это отдельный большой разговор. Скажи, пожалуйста, как вот ты оцениваешь в этом контексте первое военное решение администрации Байдена ударить по путинским союзникам в Сирии и не предупредить Кремль. Причем били из российского, по сути, воздушного пространства. Поставили перед фактом просто. Это я говорю, это мы в новый мир вошли. Мы вошли в новый мир. И обратите внимание, они перестали с военными сотрудничать. Ведь действительно, если посмотреть сейчас, ну любые отношения, они многополярны, да, они там между разными есть агентствами. И просто администрация Байдена и Камала Харрис и американские военные со всеми их разведками и прочим, они приняли определенную сейчас полиси. Вот я хочу сейчас, друзья, еще раз подчеркнуть. Вот это полиси называется, я сказал это сейчас в начале своего интервью, мы вас не видим. И именно поэтому они не предупреждали военных и не будут их предупреждать. Именно поэтому, когда идут сейчас расследования по Solar Wings, как я давал уже, давайте тебе интервью, нет никакой кооперации с российской частью. Хотя вроде бы там как бы стейкхолдеры участников, это российская компания. То есть политика США в сторону России сейчас, мы вас не видим, вас нет. То есть, и есть один человек, который в этом виновен, это Владимир Путин. Потому что все последние года он выстраивает свою политику, публично унижая США. Ну просто терпение лопнуло сейчас. Терпение лопнуло. Я думаю, что будут очень жесткие ответы. И я думаю, что это только все начало. Вообще, они же только сейчас входят, они только начали. По большому счету. Нам тут напоминают, кстати говоря, что, допустим, при Рейгане санкции были введены аж через год против Советского Союза, после того, как он вступил в должность. А тут вот не прошло и месяца. И да, там, не считая даже вот всей этой риторики, риторика, ладно, но действия уже начались. Действия начались, и мы еще не знаем, что они сейчас пишут. То есть, ведь американская юридическая машина и американская государственная машина, она очень долгая, но беспощадная. Вот эта вот фраза одному вам и другу. Она очень как бы медленная, но беспощадная. Какие документы они сейчас готовят, какие полисы они готовят, какие ограничения они готовят, какие документы мы не увидим, вот это то, что самое важное. Опять же, все говорят, вот они опубликовали, вот они опубликовали. Да, я говорю, да, отлично. А что они не опубликовали, давайте обсудим. Какие документы мы не видели, какие документы в их внутренней переписке. И вот я еще раз, я хочу просто заострить на этом внимание, друзья, потому что это беспрецедентно. И мне кажется, это действительно в какой-то степени администрации посылают сигнал. Вот смотрите, есть директор of national intelligence, да, это глава американской разведки, там, координирующая работа 17 других агентств. Отлично. Это высший орган, он подчиняется президенту. И они публикуют, вдумайтесь в это, публикуют четырехстраничный документ, где они пишут, пишут, что мы обвиняем короля Саудовской Аравии в том, что он заказал убийство. Ха! Отлично. А теперь убедите меня в том, что они завтра или через месяц не опубликуют такой документ по Немцову. Нужно же смотреть-то шире, нужно же смотреть, что они делают и как это может быть трактовано. Ну или по Навальному, например. Что Путин лично заказал убийство Навальному. Они что интересно сказали, они сказали, мы видим четкое применение химического оружия России. А теперь смотрите, вот они возьмут и напишут, что в соответствии с той информацией, в соответствии со всем тем интеллигенс, которые у нас есть, мы открыто заявляем о том, что убийство Бориса Немцова было сделано таким-то образом. Точка. Вы что думаете, кто-то их остановит, это сделать? Их никто не остановит. Вы что думаете? Ключевое в том, что они не будут сейчас, вот это ключевое, и вот этим я восхищаюсь, они не будут принимать во внимание, как это будет воспринято в Кремле. Потому что они сегодня это публично сказали, три часа назад, я смотрел в Симон, три часа назад он сказал, мы не собираемся ни эскалировать, ни никаких ресетов делать. И по его выражению было видно, что это значит, мы вас не видим, все, вас нет. Ну, действительно, вас там нет, как, собственно, и говорит Путин, ну так вот, вас там и нет, да, мы помним, чем это в Сирии закончилось в 18-м году, и чем это обернулось сейчас, опять же, в Сирии. Да. Вас там нет. Я думаю, еще будет следующее, я думаю, и я на это очень надеюсь, я думаю, будет стратегическое, публичное усиление помощи Украине. Я в этом уверен. Майкл, так это уже происходит, вот только что объявили, что Пентагон выделяет дополнительно 125 миллионов долларов помощи Украине, передает ей еще два патрульных катера, чтобы такого, как вот в 18-м году в Азовском море не произошло. И усиление происходит также и в других направлениях, например, только что был заключен контракт с производителем Локкет Мартин на производство 2400 дальнобойных ракет с дальностью 1500 километров специально для борьбы со стратегическими противниками. Ну, что такое полторы тысячи, ты понимаешь, то есть это значит, что ракеты можно запускать далеко за пределами действия зоны ПВО России или Китая, например, да, и, скажем, бомбардировщик Б-1 Лансер, четыре штуки которого только что было переброшено в Норвегию, то есть к границам России, то есть это прямой сигнал России, да, вот эти бомбардировщики могут просто там на 5000 залететь вглубь страны, фактически достать с помощью этих ракет до любой точки, это просто как нечто невероятное происходит, мне кажется. Ну, они просто отвечают Путину тем же, да, то есть понятно же, что никто никуда не полетит, да, понятно же, что никакие ракеты никуда не будут посланы, но Путин любит как бы поиграть своими мускулами дряблыми, ну, давайте, да, давайте как бы покажем вам совершенно реальный мускул. Я здесь о другом хочу сказать, опять же, я не верю никогда в совпадение в политике, и меня другой удивляет, да простят меня, мои украинские друзья, Зеленский очень сильно изменился в последние две недели, он наконец-таки начал что-то делать, это удивительно, то есть, и опять же, я думаю, что это все тень и лучи от одного и того же объекта, да, то есть, мне кажется, что он либо получил что-то, либо звонок, либо еще что-то, либо действительно, может быть, даже переговоры какие-то прошли, потому что, ну, я не мог поверить год назад, что он пойдет на такую открытую конфронтацию с лучшими друзьями Путина в Украине, он пошел, да, и вот то, что там сейчас стало происходить, плюс, обратите внимание, опять же, по датам то же самое, решение по аресту этого клоуна, как его фамилия, Ширяй, блогера этого, Шарич, Шарий, да, но опять же, это же, ну, там, служба безопасности в Украине, смотрите, то есть, пошел открытый, абсолютно, на территорию Украины, пошел открытый, наконец-таки, наконец-таки, наконец-таки мы дождались отпор всех вот этих путинских халуев, всех до одного, и почему-то, по времени это совпало с тем, с тем, как США, четко, наконец-таки, начали, наконец-таки, то, что называется, достойную политику в сторону агрессора. Я думаю, что это не совпадение, я уверен в этом. Я думаю, что есть какой-то договор, либо есть какая-то гарантия о том, что... Гарантия, да, гарантия со стороны Соединенных Штатов, Украине, что в случае, если начнется какая-то серьезная заваруха, то Б-1 лансер, которые уже летали, кстати, в украинском небе, могут полетать там еще раз, и в случае чего запустить те самые ракеты джезом, вот, о которых я сейчас говорил. Собственно, в Кремле не очень хорошо, по-моему, понимают сигналы, поскольку Путин живет в своем мире, ему дают папочки, и он ни черта, по-моему, не осознает. И вот Лавров, я вижу, заскрипел. Следующее, реагировать будем однозначно, заверил Лавров, так он отреагировал на введение вот этих вот, первого пакета санкций команды Байдена. И вот, смотри, это он так ответил на вопрос, будет ли Россия вообще отвечать? А они в себе вообще? Как они отвечать собираются? Объясни мне, пожалуйста. Ну, я не знаю, Лавров сначала бы своей дочери бы как-то из американского гражданства бы она вышла, но тогда бы как-то, может быть, его всерьез воспринимали. Лаврова уже не воспринимает больше как политика здесь, США. После как бы всех вещей, которые он наговорил, после всего той клоунады, Лавров это функция. Все, он, кстати, и это тоже трагедия. Его, между прочим, очень сильно уважали. Он был очень уважаемый. И вообще, когда американцы строили политику свою по, из России, они считали, что Лавров это такой гейтвей, это такой мост, через который они достучатся до Путина. Наивно так полагать, мне кажется. Да, получилось все в набор. Ну, как наивно? С их стороны, ведь, вот у него же дочь гражданка США с банковскими счетами в США, с недвижимостью в Нью-Йорке. Дочь Лаврова училась в одной из лучших частных школ США. А мы знаем, простите, господин Лавров, что она училась там бесплатно. А мы даже знаем, что не просто она училась там бесплатно, она училась там бесплатно и за ее туишен платили другие родители. То есть, она была на financial aid. А Лавров рассказывал всем там о том, что мы строим демократию, и что давайте действительно помогите Христо Раде, а я тут буду вам лекции читать. Он же ходил в эту школу в Нью-Йорке, мы все знаем. И рассказывал о том, как Советский Союз развернулся и как у нас теперь будет новый мир. И у американцев, ну, американцы очень инертные. Очень инертные. Такая еще раз. Ну, как их называют авианосцем, да, который долго разворачивается, но если уж поехал, то поехал. авианосцем такой, вот он долго разворачивается, но потом, когда он развернулся, потом ты думаешь, ой, мама, вот мне кажется, он даже сейчас еще не до конца развернулся. Поэтому по Лаврову что? Ну, ему уходить надо, все, потому что его не распринимают, потому что министерства иностранных дел, иностранных дел больше нет у России. И их нет. Потому что разговаривать с ним никто не будет. А даже если будут, то это будет фикция этих всех разговоров, переговоров. С ними никто разговаривает, сейчас не будут вести. Все, они написали, вас нет. Майкл, а вот... Потому что если все проанализировать, что вы делаете, то началось... То есть вы воровали деньги в российских школах, я об этом рассказывал, да, я доказательства представлял, да. То есть вы занимаетесь массовыми хакерскими атаками на американскую инфраструктуру, вы убиваете детей в Украине, там 15 тысяч убитых. Ну, покажите мне один хотя бы российский канал, который это покажет. Ну, скажите правду хотя бы один раз, да. То есть вы после этого начинаете химическое оружие применять. А что касается Великобритании, то в Великобритании вы применяете два типа разных оружия массового уничтожения. Сначала вы радиацию, то есть потом вы химическое оружие. Ну, о чем здесь говорить? И это 20 лет все уже. То есть нет, все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok